Поездка в Абхазию, конные прогулки, дайвинг и многие другие увлекательные экскурсии предлагают туристам в таких павильонах. Здесь даже тур на Роза Хутор обойдется всего в 350 рублей. Отдыхающих цена интересует, а вот сотрудников администрации настораживает. И не только это. На павильоне отсутствует информация от предпринимателя. Нет уголка потребителя и сам реализатор не в униформе. Проверив документы, специалисты отдела туризма совместно с полицейскими составляют протоколы. Выявлен факт реализации экскурсионных билетов без разрешительной документации на муниципальные территории. Составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, налицо нарушение правил благоустройства, если не содержание территории города Усвачьи. И это не все. Еще одну ответственность индивидуальный предприниматель Килишан понесет за несоблюдение трудового законодательства. С реализатором не составлен договор, а значит зарплата выдается в конверте и налоги не поступают в казну. Кстати, пока полицейские и сотрудники администрации разбирались с этим киоском, реализаторы других еще трех экскурсионных будок, чтобы избежать административной ответственности, оперативно закрывали торговлю и убегали с рабочего места. По ним также будет проведена проверка и, скорее всего, постигнет та же участь. Павильоны вывезут на штрафстоянку. Одна из площадок уже забита киосками. Всего с начала курортного сезона было выявлено 57 нелегальных фактов торговли экскурсионными билетами. Павильоны вывозились из Адлерского и Лазаревского районов. В центре города и в Хосте искоренить такие факты удалось еще в прошлом году. Минимум 2-3 раза в неделю мероприятия по выявлению данных частных предпринимателей. Производится изъятие данных будок по статье 19.1 самоуправства. Дальше они отвозятся на специальные склады, которые определены под ответственное охранение, до определения суда, которое определит, виновен или неведомен данный частный предприниматель и уже даст дальнейшие указания по возврату данных будок. Право вести реализацию туристско-экскурсионных путевок определяется по итогам конкурсов. Легальные продавцы дают гарантию на свои услуги. А вот с самовозщиками надо быть аккуратнее, чтобы в итоге не испортить себе отдых на курорте.